В эфире студия Репортер. Меня зовут Валерия Володина. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях с организаторами проекта Ангелы Рождества Евгения Шматкова, Анастасия Полянская и Анна Костенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Уже не первый год занимаетесь этим проектом. Давайте еще раз напомним всем, как возникла идея этого проекта. Идея возникла три года назад. Хотелось сделать проект, в котором одесситы смогут принять участие от начала до конца в плане поздравления детей и пожилых людей, которые без семей. Суть проекта в том, чтобы люди выбрали для себя подарок ребенку, либо пожилому, которого они хотят поздравить. И в определенную дату мы все вместе едем и делаем праздники, поздравляем конкретного ребенка. То есть одессит от начала покупки подарка до воплощения и дарения этого подарка принимает полностью участие на 100%. А бывают одесситы, которые, например, хотят создать подарок, но как-то по каким-то личным причинам не готовы, может быть, ездить? Ну, конечно, все бывает. Дело в том, что вообще одессит вообще любому человеку сложно, например, сделать много подарков. Ну, он бы поехал, может быть, в этот детский дом, но он же не может подарить только одному ребенку. И смысл вообще проекта, чтобы каждый одессит смог позволить себе вот такое удовольствие и поздравить этого ребенка, либо пожилого человека. И бывает иногда, что вот отдаленные дома, вот мы едем, например, в Березовку 27 декабря, отдаленные дома, там туда не каждый может выбраться, это далеко. И вот я поставила пост буквально несколько назад на этот дом для пожилых людей. Я в течение, ну, я не знаю, даже нескольких часов огромное количество людей откликнулось с таким удовольствием, с таким восторгом. Как подберут, что для Михаила Степановича, что для Марии Ивановны. Письма пишут, это очень классно. Но не все могут поехать. Но мы договариваемся, что если вот бывают и такие случаи, хотя мы настаиваем все-таки, чтобы ехали, то чтобы формировали подарок и, ну, вот, подписанную эту открытку, и мы ее отвозим. Такое тоже делаем. Но стараемся все-таки, чтобы они участвовали. А как вы определяете, какие социальные учреждения в этом году будете опекать? То есть, меняется как-то из года в год? Ну, в прошлом году не то, чтобы поменялись, да, а в прошлом году получилось так, что один дом не охватили, не заметили. Мы старались Одесскую область взять, то есть, вот, ну, вот занимается у нас раздельная Настя, да, я занималась Березовкой и поселком Котовского, там, и так далее. А Березовкой почему стала заниматься? Потому что позанялись Березовкой, говорит, а мы-то уж тут есть. Вот как раз я хотела спросить, обращаются ли к вам непосредственно? Обращаются. Обратились в таком тепле, и реально в этом году вот такой список хороший, именно настоящий список. В прошлом году мы все-таки как-то, ну, уточняли, там, что купить. Покупали, конечно, подарки, естественно, люди собирали. А в этом году мы выяснили, кому-то пряжа, кому-то картина красивая над кроватью. То есть, вот, веселая там у меня одна есть такая женщина. Одна телефон, она лежачая, ей разговаривать хочется, ей телефон вот большими кнопками покупает, там, Мария одна наш, ангел. Откликнулись моментально. Люди вообще с таким теплом идут. Круто. Это прекрасно, что у нас так много небезразличных людей. Да, да, да. А как вообще распространять информацию о проекте? Ну, информацию мы распространяем в основном через соцсеть Фейсбук. Вот девочки собирают информацию по своим домам, ну, кто за что отвечает, и мне скидывают информацию, и я делаю пост. Выставляю, там, пишу, подбираю картинки. Видать красивенько. Я люблю, чтобы было все так четко, порядочек, чтобы страничка была. Да, существует страничка, как бы, на Фейсбук, так и называется «Ангелы Рождества». Вот. И я там публикую пост сначала, и потом каждый, кто ответственный за определенный дом, делает себе репост на свою страничку, и там уже люди читают. На ваш взгляд, узнают из социальных сетей, или уже как-то работает сарафанное радио? Это, может быть, мне даже знакомо. Мне кажется, что и сарафанное радио тоже. Телевидение очень помогает, очень прямо. Вот в прошлом году это было показательно. То есть, как только вышли на репортере, сразу начали звонки, движения, и начали, а, вот, это, наконец-то, что, как это вот, что людей порадовало, то, что сам человек делает подарок и сам везет. То есть, и деньги собираются, а сам человек. Вот это действительно недорогого стоит, то есть, это очень хорошо. Сердца раскрываются. А вот вообще команда людей, которые занимаются этим проектом, это большая команда? Теперь уже, да. Ну, сейчас у нас около 10 человек, каждый из людей. Это люди, которые помогали вот на протяжении предыдущих лет. Они были ангелами Рождества, они покупали подарки в тот или иной дом. В этом году мы сделали, вот, Женя сделала пост о том, что нам нужны помощники, потому что просто физически не все успевает. И вот, ребята, спасибо им огромное, они откликнулись. Каждый взял по дому по два на кураторство, и они сами прозванивают, все узнают. И вот, Настя, вот такие кураторы. А вообще людей, которые откликаются? Конечно. Можно, наверное, можно называть ангелы Рождества, да? Да, конечно. Это однозначные ангелы Рождества. Вот, на ваш взгляд, из года в год меняется число людей, которые обращают внимание? Конечно, конечно. Звонят, говорят, говорят. Их больше, и причем они даже нас сами подстегивают. В этом году был вопрос, будем делать или нет. И когда звонят люди, ну вот, скоро ангелы Рождества, то есть у них сомнения не было, что будет проект. Мы с Аней созвонились, уставшие, работаем, работаем. Мы поняли, что надо делать. А обычно вот за сколько времени, там, до Нового года вы начинаете заниматься проектом? За месяц. Месяц. В чем больше всего нуждаются? Вот дети, пожилые люди, вот вы уже не первый год сталкиваетесь с этим. Рисуночки вот у нас есть. Это желание детей? Да, это сегодня поехала, забрала в солнышке. 30 рисунков. Кто из детей не умел рисовать еще четко, то им дали вот такие, задали вопросы, дали разуграшку. И они разукрасили. А есть, потому что в прошлом году вообще непонятно было, что нарисовали. Реально, потом подписывали, это ракета там. А вот какие? Самолет. Я в шоке. Такие красивые. Вероятно, игрушечные все-таки. Да, я думаю, что, я знаю, как будет дальше. Разный возраст, да? Дети, это, наверное, игрушки. Да. Вы знаете, в одном месте, да? Да, вот есть дома, в которых мы, вот там, где совсем малыши такие, вот как детский дом солнышка. Там, где конкретный ребенок будет рисовать или писать свою мечту. Есть детки там, где постарше, у нас уже был опыт, мы поняли, что лучше делать плюс-минус одинаковые подарки по возрастной категории, чтобы никому не было обидно, потому что детки в подростковом периоде, они уже по-другому реагируют на подарки свои и на те, которые дарят другим детям. Поэтому мы сделали выводы и вот решили, немножко в одних домах будет так, в других вот. А вот эти рисунки вы будете как-то обрабатывать уже? Обязательно. Сегодня приеду, напишу, во-первых, список, выставлю его в Facebook. И потом ребята, которые будут делать эти подарки для них, конечно, с этим рисунком, рисунок буду отдавать, и они вот с этим рисунком, похожи или не похожи, то есть будут осуществлять эту мечту. Ну а на практике, вот как это выглядит, пост в Facebook, перечисляются дети, которые, не только дети, давайте поговорим о пожилых людях, да, их потребности. Перечисляются, да, пишется название дома, перечисляются подарки, сколько человек там проживает, вот кто в чём нуждается. И уже исходя из этого, люди смотрят и покупают, да, в комментариях под постом, да, ну вот есть посты, где распределено по возрастным категориям, там с трёх до шести, с шести до десяти. А вообще какие возраста охватываете? С трёх, ну, кто проживает, до семнадцати лет, да. Все, кто проживает, да. Все, кто там проживает, до семнадцати. А вот если говорить больше о подростках, чего они хотят? Потому что хотели телефоны, были телефоны, кстати, другие страдали дети, и одни счастливые были такие. И кто-то захотел по-прежнему машинку, а кто-то телефоны. Да, и вот в этом году мы приняли решение, чтобы никого не обижать. Поэтому, да, мы поняли, что это риск немножко, да, потому что даже те детки, которые получали хорошие подарки и, собственно, то, чего они желали, но когда они увидели, что у других детей планшеты, телефоны, они расстраивались, да, это их расстроило, и мы поняли, что больше таких расстройств мы не хотим, и надо делать для подростков плюс-минус одинаковые подарки. Вот то, что интересно сейчас подросткам, это разное, это флешка-колонка могут быть, это для девочек, это косметика, бижутерия, ну, вот. Лего-конструкторы просят, вот заказывают, да. Лего? Да, лего хорошие. А у вас есть партнеры? Где-то я читала «Настольную игру», вот, ну, вот так вот, это очень популярно, да. Это здорово, что детки хотят вот. Есть у вас партнеры, может быть, какие-то организации, которые принимают активное участие, предлагают свою помощь? Ну, вот на данный момент мы известные люди. Ну, известные люди нас поддерживали вот с самого начала, и Борис Барский, и другие актеры «Моски-шоу», и на тот момент Сергей Олих, ну, поддерживали, да. И сейчас поддерживают, вот, мы ввели в новшество, это мастер-классы. Вот Александр Астанин будет проводить танцевальный мастер-класс для деток, также будем делать кулинарный мастер-класс с детками из «Мастер-шеф», ну, и у нас еще вот это то направление, которое мы ввели, новое в этом году, потому что, исходя из того, ну, вот мы проанализировали, что подарки – это всегда очень хорошо, и под праздники их достаточно много. Но детям надо развитие, и детям надо давать что-то новое, что поможет им по жизни, что их натолкнет на добрые, хорошие мысли о том, что они не одни, что они могут чему-то научиться, и мы можем в этом помочь. Поэтому, вот, если кто желает, какие-то студии, там, где можно картины рисовать, гончарное мастерство, хендмейт, курсы, вот, кто может в этом помочь, было бы хорошо. Здорово, да. Если отзовутся люди. Нет, пусть находят вас в Facebook и предлагают свою помощь. Вот на ваш взгляд, для вас, вот для каждого, как трансформировался этот проект за эти три года? Вот из года в год что менялось? Вот мы уже понимаем, что появились там мастер-классы. Что еще? Ну, изначально, когда мы начинали этот проект, мы с Аней его, ну, стартанули вдвоем, во-первых, трансформировался тем, что стали обрастать людьми. Это и с идеями, людьми, идеями. У нас начали появляться, вот, знаете, как разрастается оно, как снежный ком. А самое главное, что стали предлагать вот эту помощь в плане, в плане, чтобы поучаствовать, каждый взял свой дом. И потому что мы сначала это делали, пытались вдвоем, извините за выражение с языком, на плече, вот. А потом стали появляться люди. Вот в этом году, в этом году уже четко было сказано, говорю, Аня, слушай, все проще гораздо. У нас уже столько ангелов, что они, в принципе, могут по дому взять. И самое интересное, что они стали звонить, и говорит мне, одна там, у нас века, она звонит и говорит, Жень, мы же перышки почистили, мы собираемся что-то делать или нет? Ну и потом вот эта идея Анина, чтобы запустить вот эту тему именно по развитию, вот такому развитию детей. Вот это и есть, в принципе, та трансформация. Подарки, эмоции, да? Да. Вы понимаете, я, кажется, раньше всегда думала, ну, они, знаете, категоричная, конкретика, конкретика. Когда делали первый раз вот такую вещь, как вот этот, как он у нас называется, ну, помнишь, открывал дрон? Да, дрон. Это эмоции у детей, как они танцевали вокруг этих подарков, и увидели первый раз этот дрон, когда открылся этот ящик, их эмоции. Я поняла, что очень важно, что они получают именно вот эту эмоцию, и должны понимать, что бывает хорошо очень. Если они часто это будут понимать, значит, в конечном итоге из них могут вырасти очень хорошие люди. У них точно не все потеряно. То есть я вот этого им искренне желаю. И Анина идея, она очень классная. Потому что детям хватает теплоты. Да. Ну, они такие добрые. Особенно в эти праздники, да? Да. Еще один момент вспомнила по поводу партнеров. В этом году парк Горького, они нас уже поддерживали в проекте «Летом» для деток. И в этом году они тоже нам дали сцену и сказали, что по желанию вы можете сделать концерт для деток с детских домов. И, в принципе, просто для одесситов, которые будут там отдыхать. И уже есть часть программы, которая расписана. Это танцевальные коллективы, это дети будут петь. Не только дети, и взрослые. Поэтому тоже вот если есть творческие коллективы, группы, организации, одесситы, которые хотят подарить вот рождественский такой настрой, дух, очень будем рады, если тоже примут в этом участие. А сейчас вы уже можете проанализировать? У вас плотный график у ангелов? У меня какого-то 20 года точно уже. Это два дня, когда такие бешеные начинаются. Это два дня, когда именно выезды. А сбор вот сейчас занимаемся. Нет, один у меня на поселке Котовского, 26, я позвонила, и она говорит, давай обязательно, чтобы были у нас на утреннике. А то мы с ума не успеваем. Но это в основном все будет после, наверное, 20-го числа, да? Да, да, да. Потом кого? В Березовке привлекла я солнышко, там тоже они будут петь и танцевать в этом доме для пожилых. Мы там для них тоже небольшой мастер-класс с рисунками сделаем, с ручкой такой психологически чуть-чуть. Ну, какие он мечты имеет, о чем можно мечтать. И нарисуем эти ручки на большом ватмане, чтобы они оставили свои отпечатки на будущий год. Ну, к этому будем стремиться, то есть к их пожеланиям. Вот это у нас мысль появилась, мы это будем обязательно делать. Еще по поводу партнеров. Леопарк, поселок Котовского, постоянно помогают нам вывозить детей, солнышко. Я все время хочу о нем сказать. Они иногда сами звонят и говорят, что вы собираетесь везти детей. Мы такие, ой, извините, видео везем. А вы никогда не анализировали, вот люди каких возрастов в основном предлагают вам помощь? Вообще, мужчины это или женщины? Молодежь. Это от молодежи и до старшего поколения? Нету такого? Нету, да, акцента какого-то на возрасте, все. Просто сердца. Они откуда-то выныривают эти сердца, и такие становятся восхищенные, звонят. Как здорово, что я вас слышу. Да, вот мне сегодня тоже позвонила женщина, девушка, не знаю. И вот просто она говорит, я хочу просто купить сладости, соки. Я говорю, вы конкретно для какого-то дома? Она говорит, нет, мне все равно, я вот просто хочу, да. Я говорю, хорошо. Очень эмоции большие. Да, у нас все больше и больше таких. Такую помощь тоже оказывается, наверное, привозят. Ну да, есть вообще еще идеи кое-какие, именно они связаны с Рождеством. Это моя была идея когда-то, но по причине загрузки, конечно, тяжело развить ее. Я все время хотела и хочу создать мастер вот такой, такую школу по Google AdWords для подростков из детских домов. Потому что это классная востребованная профессия, за которую много платят. И для меня это было бы здорово. Мне не жалко провести там раз в неделю с какой-то группой в интернете это должно происходить. И вот была только грань одна у нас, это то, что у них нет ноутбуков там. Поэтому если будет у кого-то, раз мы на телевидении, если кто-то сможет нам в этом помочь. Давайте как раз таки сейчас. Да. То есть у нас может обратиться к десетам. Да. То я буду очень рада и пускай обращаются. И тогда мы, может быть, действительно это организуем. Потому что дать профессию, допустим, когда парню 16, 17, 18 лет уже с такими задатками, вот по Google AdWords, по рекламе я этому обучаю, то это было бы классно. Обращайтесь еще к нам. Мне очень бы хотелось сказать, опять же, вот из нового направления, так как подарки набираются достаточно быстро, да, и это то, что более проще решается. Мне хотелось бы обратиться касательно мастер-классов. Вот то, что я еще не сказала. Очень хотела, вот я общаюсь с некоторыми подростками из детских домов. Я говорю, вот что бы тебе было интересно посетить, какие мастер-классы? Вот мне мальчик говорит, Максим. Он говорит, мне интересно стать стилистом, парикмахером, вот мне это интересно. И хотелось бы тоже создавать сайты. Другие девчонки говорят, мне интересно визаж вот обучиться. Вот поэтому мастера такие, они очень нужны. Да, и если кто-то сможет вот какую-то хотя бы немногочисленную группу детей обучить этому, и чтобы они понимали, эти дети, что вырастая, у них уже есть какой-то навык, который сможет им принести деньги, да, и они не одни, и, в принципе, все у них будет хорошо. Поэтому очень хочется в этом направлении, чтобы специалисты, мастера как-то откликнулись, и мы вместе сделаем это много талантливых детей. Очень. Или заражистов частных. А я скажу, наверное, то, чтобы как можно больше людей привлекалось к нашему проекту, чтобы мы вместе могли подарить деткам вот ту частичку тепла, атмосферы вот этой радости, какого-то волшебства, чтобы они могли ощутить вот это. Я вот как ребёнок, я тоже это очень жду, этих праздников, очень люблю их, поэтому хотелось, чтобы как можно больше у нас было. Будем надеяться, что ангелов Рождества с каждым годом будет всё больше и больше. Огромное вам спасибо за то, что пришли к нам в студию. И вам. Я напоминаю, что у нас в гостях были соорганизаторы проекта «Ангелы Рождества» Евгения Шматкова, Анастасия Полянская и Анна Костенко. Меня зовут Валерия Володина. До встречи на репортере. Продолжение следует...